снова здравствуйте так продолжаем читать и в этот раз я читаю пушкина александра нашего сергеича вот тут у меня сочинение в трех томах том 1 стихотворение сказки руслана людмила москва художественная литература 85 год значит вот этот вот томик вот такой толщины до 735 страниц стоил 3 рубля 60 копеек на вытеснена если что да так сказать открываем пушкина для тех кто сталкивался с ним ну так чисто по общеизвестным произведениям пушкина много очень интересных стихов вот причем вот скажем так детских школьной программы до так скажем 18 плюс 18 плюс может читать не будем а вот некоторые вещи то можно и почитать да это было первое второе в этом произведении стихотворение гусар как раз таки есть тот момент к которому идет отсылка из произведения стругацких понедельник начинается в субботу сейчас я это читаю внимательно слушайте вспоминаете отсылку это соответственно для самых внимательных ну и после прочтения я вам скажу что это было да итак гусар скребницей чистил он коня а сам ворчал сердясь не в меру занес же в вражий дух меня на распроклятую квартиру здесь человека берегут как на турецкой перестрелке на силу щей пустых дадут а уж не думай о горелке здесь на тебя как лютый зверь глядит хозяин а с хозяйкой небось не выманешь за дверь ее не честью не нагайкой то ли дело киев что за край валяться сами в рот галушки вином хоть пару поддавай а молодицы молодушки ей ей не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривой одним одним нехороши а чем же расскажи служивый он стал крутить свой длинный ус и начал мол ведь без обиды ты хлопец может быть не трус да глуп а мы видали виды ну слушай около днепра стоял наш полк так моя хозяйка была пригожей добра а муж то помер замечайка вот с ней и подружился я живем согласно так что люба прибью марусенька моя словечко не промолвит грубо напьюсь уложит и сама опохмелиться приготовит мигну бывало эй кума кума ни в чем не прикословит кажись о чем бы горевать живи в довольстве безобидно да нет я вздумал ревновать что делать враг попутал видно зачем бы ей стал думать я вставать до петухов кто просит шалеет марусенька моя куда ее лукавый носит я стал присматривать за ней раз я лежу глаза прищуря а ночь была тюрьмы черней и на дворе шумела буря и слышу кумушка моя с печи тихохонько прыгнула слегка обшарила меня присела к печке уголь вздула и свечку тонкую зажгла да в уголок пошла со свечкой там с полки скляночку взяла и сев на веник перед печкой разделась до нога потом из склянки три раза хлебнула и вдруг на венике верхом взвелась в трубу и улизнула эгеее смекнул в минуту я кумата видно басурманка постой голубушка моя из печки слез и вижу склянка понюхал кисло что за дрянь плеснул я на пол что за чудо прыгнул ухват за ним лохань и обувь печь я вижу худо гляжу под лавкой дремлет кот и на него я брызнул склянкой как фыркнет он я брысь и вот и он туда же за лоханкой я ну кропить во все углы с плеча во что уж не попало и все горшки скамьи столы марш марш все в печку поскакало кой черт подумал я теперь и мы попробуем и духом всю склянку выпил верь не верь но к верху вдруг взвелся я пухом стремглав лечу 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 куда не помню и не знаю лишь встречным звездочком кричу правее и на зим упадаю гляжу гора на той горе кипят котлы поют играют свистят и в мерзостной игре жида с лягушкой увенчают я плюнул и сказать хотел вдруг бежит моя маруся домой кто звал тебя пострел тебя съедят но я не струся домой да черта с два почем мне знать дорогу ах он странный вот кочерга садись верхом и убирайся окаянный чтоб я я сел на кочергу гусар присяжный ах ты дура или предался я врагу или у тебя двойная шкура коня на дурень вот и конь и точно конь передо мною скребет копытом весь огонь дугою шея хвост трубою садись вот сел я на коня ищу уздечки нет уздечки как взвился как понес меня и очутились мы у печки гляжу все так же сам же я сижу верхом и подо мною не конь а старая скамья вот что случается порою и стал крутить он длинный ус прибавя мол ведь без обиды ты хлопец может быть не трус да глуп а мы видали виды нюм кто понял какая отсылка сюда из произведения стругацких понедельник начинается в субботу когда наина киевна просила главного героя отвести ее на лысую гору а тот упирался к нему подошел кот Василий и сказал не езди съедят съедят собственно все а на сегодня все а на сегодня все продолжим в следующий раз подъем покажем мы вскрым и что у покажем вы вы не живете вы